Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Культ Просвет». Рубрика «Зима близко». И сегодня мы с Денисом Хановым находимся в тысячах километрах друг от друга. Но это не мешает нам сегодня провести программу вместе. Технология дает нам такую возможность. Вообще мы живем в век прогресса, когда границ уже нет. По крайней мере, мы можем поверх границ преодолевать любые расстояния. Денис, здравствуй. Здравствуй, день добрый. И добрый день, уважаемые радиослушатели. Ты сейчас находишься в Берлине. Да, именно так. И мы сегодня будем говорить о беженцах. Это верно. На самом деле я бы скорее использовал более широкое понятие «мигранты», потому что беженец — это все-таки определенный более или менее кратковременный статус. И многие путают его с мигрантами. Но мигранты, условно говоря, у всех на устах. И даже в тех обществах, которые толком мигрантов и не видели. И в этом смысле мне показалось, что соединить некоторый опыт Германии и отсутствие этого опыта в Латвии и в латвийском обществе было бы интересно показать «мигрантское сообщество» или, условно говоря, такое явление, как «мигрант» как раз в контексте не самой миграции, потому что она отдельная тема, и я не специалист в этой области. Мигранты меня интересуют как сумма людей, абстрактных во многом, особенно в Латвии, потому что мы не знаем их, рядом с нами почти не существует людей с так называемым, скажем, с мигрантской идентичностью. Но эти люди присутствуют у нас в головах, как нечто выдуманное такое, иммагинарное. И сегодняшняя тема, я бы ее условно заглавил, вся ложь о мигрантах. Условно говоря, немножко играя с понятием «вся правда», о которой нам нередко говорят популисты, которые хотят нам рассказать очень быстро и понятно, скажем, в течение пяти минут о том, кто во всем виноват и где существует заговор. Так вот, я как раз хотел бы упомянуть и перевернуть эту тему немного и представить мигрантов как, скажем, явление, с помощью которого прикрывают политики популисты или националисты, то, что в современных европейских обществах, и Латвия в этом случае не исключение, что в этих обществах не функционирует уже давно, условно говоря, до мигрантов, без мигрантов и, собственно говоря, без их участия. И каким-то образом, импульсом опять стала литература. Очень интересное, фундаментальное исследование профессора одного из берлинских университетов, Найки Форутан. Эта исследовательница на протяжении многих лет занимается так называемым постмигрантским обществом. Если в Германии она считает, общество достигло, условно говоря, стадии постмиграции, то, что касается латвийского общества, которое меня интересует, естественно, больше в данном контексте, в Латвии мы еще предмигрантское общество. Мы хорошо знаем, что во время кризиса беженцев несколько лет назад латвийские политики консервативного толка, а других у нас и нет, к сожалению, присоединились к истошным крикам популистов о том, что на границах Европы находится полчища, толпы, потоки и так далее. И с трудом международные организации, которые занимаются беженцами и мигрантами, пытались доказывать, что беженцы в основном остаются внутри своих стран, и большая часть их мигрирует внутри территории своего государства, не в состоянии его покинуть. Но меня интересует другое. Что скрывается за истерикой, которую поддерживают многие политики в Восточной Европе, да и, собственно говоря, в Западной Европе, что скрывается за этим понятием? Вот мигранты, условно говоря, являются источником проблематики или источником каких-то наших несчастий. Очень коротко пересказав тезис исследовательницы в ее теме «Постмигрантское общество», тезис таков. Речь идет не о мигрантах, это не кризис миграции, это кризис европейской демократии, так называемой старой западноевропейской демократии, которая находится в кризисе именно потому, что обещанные, скажем, основные понятия — это свобода и равноправие — начинают хромать. То есть они просто-напросто, ну, каким-то образом отдаляются от реальности. Современные политики в Европе не в состоянии предоставить обещанное когда-то демократии равноправие. И поэтому, например, во многом исследовательница объясняет истерику по поводу мигрантов как раз с попыткой заглушить уже давно назревающие проблемы в современных европейских обществах, а именно увеличивающиеся разделения между богатыми и бедными, между теми, кто, несмотря на свои дипломы и квалификации, могут быстро терять свою работу, так называемый прикариат, и, собственно говоря, мигрантским вот таким, скажем, покровом прячется все то, на что не способна современная этаплированная европейская политика. Ну, здесь я хочу добавить, Денис, что сегодня нацблок опять в очередной раз выступил с заявлением, и Янис Есселникс, их представитель, заявил о том, что мы пойдем до конца и будем, не пустим в Латвию мигрантов, не позволим чужим сюда приехать и так далее, и тому подобное. То есть триторика, о которой мы уже привыкли в какой-то степени, от партии, которая входит в состав правительства, тем временем мы наблюдаем как раз ситуацию, когда собираются сократить, и об этом уже говорят пособия для безработных, собираются увеличить, опять же, там разговоры о налоговом, новой нагрузке, потому что людей становится банально меньше, работать уже практически некому, но тем не менее нацблок обещает, что не позволит никому сюда приехать со стороны. То есть это та риторика, о которой ты как раз говоришь, это риторика, которая помогает мобилизовать, в том числе местную, определенную часть местного электората, для того, чтобы перед вот этой невозможно стереотипной такой иллюзорной угрозой, в общем-то, поставить заслон. И это работает сегодня, все равно, несмотря ни на что. Иными словами, действительно, мы можем в качестве экземпляра немножко отойти от опыта Германии, потому что это все-таки действительно разные ситуации. Давайте разберемся вот с господином Есалмексом. То есть ярчайшие представители популизма, националистическое, по сути дела, партия. И нашим радиослушателям хорошо известно мое отношение к этой партии. Я считаю, что на протяжении десятилетий они дестабилизируют, скажем, латвийское общество. Сеют ненависть, межэтническую рознь, стереотипы и в какой-то степени такое дискурсивное насилие над умами. Мое мнение основывается на наблюдении их предвыборных материалов и так далее. Так вот, в том-то и дело, что если, например, в Германии из-за того, что в быту просто невозможно сравнить присутствие этнические, культурные, религиозные другого по сравнению с латвийским обществом, Латвия, если смотреть, допустим, из Берлина, абсолютно гомогенная, белая, не знаю, насколько там христианская, потому что мы ведем себя не очень по-христиански. Латвийское общество полно нетерпимости, насилия, а христианство проповедует любовь и принятие всех. Поэтому нам очень далеко даже до этих заповедей. Так вот, если мы сравним наше общество, то в Германии визуальное и бытовое присутствие этнически другого еще каким-то образом, будучи очень сконцентрированы, может объяснить то, что у людей в быту может возникнуть то, что та же упомянутая мною исследовательница называет таким культурным страхом или культурной неуверенностью. То есть, иными словами, присутствует множество других языков непонятных мне, потому что ясное дело, что мало кто из, скажем, этнического большинства возьмется изучать прямо сейчас турецкий язык для того, чтобы понять, о чем люди говорят. Или множество языков, допустим, африканских общин различных регионов Африки. Ведь, согласитесь, для нас, европейцев, Африка — это вот просто континент. Мы во многом не знаем ни конкретных государств, не говоря уже, может быть, о столицах. Но есть черная Африка, есть арабская Африка, там много всего. Да. По крайней мере, здесь этот фактор присутствует в быту. И у людей, как исследователи говорят, социологи, может возникнуть ощущение, что вроде бы это уже как бы и не то общество, которое я раньше знал. В обществе рядом с немецким языком может звучать множество других непонятных мне языков. То, что непонятно, естественно, во многое может вызывать ощущение неуверенности. Поэтому с немецким обществом всё более-менее понятно. Другое дело латвийское общество. Мы как общество, я знаю, потому что у меня в студии был Джордж Стилл, который на протяжении десятилетий живёт в Латвии, он всё ещё на себе ощущает бытовой расизм, он ощущает на себе косые взгляды, грубые реплики и так далее. Поэтому, в принципе, мы видели реакцию латвийского общества на так называемый кризис беженцев. То есть мы объединились в едином порыле не на теме социальной справедливости, не на теме, допустим, солидарности, не на теме, допустим, противодействия праворадикальным дискурсам. Мы объединились, условно говоря, чёрные не пройдут. Я очень вульгаризирую это, но там появлялись плакаты по поводу белой расы и так далее. Так вот, и такие господа, как ESLNX, которые, используя привилегии, которые им даёт статус депутатов, членов фракции и так далее, они, по сути дела, являются теми, кто паразитирует на этих страхах. И, в принципе, механизмы экономических привилегий позволяют им во многом продолжать свою жизнь без ухудшения качества жизни. И они могут себе позволить поддерживать этот дискурс, потому что, в принципе, им, как депутатам Сейма, вполне хватит на солидную пенсию, и её обязательно будут выплачивать. Они не останутся безработными, потому что система непотизма, блата и прочего обязательно найдёт им достаточно тёплые места во всевозможных акционерных обществах или же в структурах, которые, по сути дела, финансируются из-за наших с вами налогов. Я не хочу сейчас призывать к какому-то плебейскому восстанию никоим образом, но дело в том, что речь идёт о том, что националистические партии в Латвии, будучи, по сути дела, в состоянии определять этот политический дискурс, они рассказывают нам о том, что кто-то может прийти и забрать наши, допустим, бюджетные средства, наши больничные листы, наши пособия, наши бесплатные билеты и так далее, то, на чём держалась многие годы коалиция Ушакова и, скажем, его других политических партнёров, то есть, по сути дела, создавался круг зависимых клиентов. А в Латвии, по сути дела, мы наблюдаем неспособность экономики каким-то образом обеспечить свою продолжительность и развитие, потому что у нас действительно огромный отток населения. Идеи, мы об этом уже говорили с тобой, идеи возвращения, скажем, жителей Латвии обратно на родину — это миф. В современном обществе люди имеют право искать себе лучшие доли, и если экономическая ситуация в стране, скажем, негативно сказывается на их бюджете, они прекрасно могут сохранять свой патриотизм в чемодане или в кармане пиджака, где у них находится латвийский паспорт, они могут в интернете слушать латышское радио, они могут участвовать раз в год в празднике песни, если это им важно, или посещать родственников в Юрмале или в Латгальской деревне. Но суть не в этом, суть в том, что, по сути дела, мигрантами прикрывается то, что националистический дискурс завяз в идее чистоты этнической группы, что является абсурдом и анахронизмом современной истории и политологии, и то, что нам предлагается, — это стоять до конца. Простите, кто будет стоять и где, и за чей счет? Это те вопросы, которые мы как общество редко задаем, потому что нам рассказали о том, что мигрант — это, скажем, чернокожий человек, который просто придет и, допустим, испортит нам все удовольствие, не будет владеть ножом и вилкой, будет сморкаться в скатверть или еще что-нибудь. То есть нас напичкали, как малых детей, стереотипами о том, что другой цвет кожи, что просто-напросто есть абсолютная случайность. Любой из нас, Вадим, ты мог родиться в Камеруне, я мог родиться еще где-нибудь, я не знаю, в Бразилии. То есть, по сути дела, это чистая случайность. Да, мы родились в СССР. Любой русский, любой армянин мог родиться на другом краю света. Иными словами, мы перестали задавать себе те вопросы, которые задавались, или реплики, которые произносятся детьми в сказках. А король-то голый. И господин Ессалник обеспечил себе будущее за счет нас с тобой, за счет наших пенсий, за счет социальной стабильности, потому что националистический дискурс, разделяя, блокирует такую тему, как социальная солидарность. А социальная солидарность не есть пережитка коммунизма и заседания парткомов и обкомов. Это была столь же вульгарная версия, которая, по сути дела, уничтожила идеи социализма, которые могут переродиться и существуют в современной Германии. То, что важно узнать нам и понять, что страхи наши подпитывают как раз то, что угрожает нам самим. Иными словами, мы не в состоянии создавать конкурентоспособную экономику, мы продолжаем базировать ее на каких-то основных наших небольших полезных ресурсах, вместо создания высоких технологий, потому что для этих технологий нужен интеллект. Интеллект нередко и из-за границы. А что касается мигрантов, то это люди, которые благодаря мудрой политике могут влиться в латвийскую экономику и могут платить налоги, потому что сейчас мы можем продолжать срезать шерсть существующих, оставшихся фирм, частных лиц, но когда-то этот ресурс закончится. Националистический дискурс, по сути дела, нам всем ставит большую подножку, потому что вопрос состоит еще и в другом. Ну хорошо, даже если правительство под нажимом экономических показателей будет в состоянии все-таки сдвинуть эту глыбу под названием ЕСЛНЕКС и все прочие, параднефст и прочие-прочие, которые занимаются демографией, простите, совсем не с того конца. И, допустим, будут какие-то послабления, но общество уже пропитано во многом ксенофобией, и ксенофобия имеет место быть как бы и среди работодателей, и среди тех, кто сдает квартиры, и среди врачей, и среди учителей, и продавцов, парикмахеров и так далее. Об этом мы поговорим после небольшой паузы, сейчас нам нужно прерваться буквально на несколько минут, потом вернемся. Денис Ханов из Германии сегодня в рамках программы «Зима близко», в рамках программы «Культ Просвет» мы сегодня говорим о мигрантах и иммиграции. Давайте с нами, скоро вернемся. Мы продолжаем, это программа «Зима близко» в рамках программы «Культ Просвет». Меня зовут Вадим Родионов. Денис Ханов на прямой связи из Берлина, и говорим мы сегодня о мигрантах и иммиграции. Это проблема, которая волнует и Европу, и Латвию, хотя, как мы уже говорили, для Латвии она не столь актуальна, и, как сказал Денис в начале нашей программы, мы находимся скорее в предстадии пред, а не пост, и наша страна в этом смысле еще, конечно, далека от стран Европы. Но, с другой стороны, мы видим, сколько у нас страхов, сколько у нас стереотипов, их гораздо больше, как мне кажется, чем в других европейских странах, которые, в общем-то, столкнулись с этой проблемой, а проблема действительно есть, потому что та же Германия приняла, уже я могу соврать, но там несколько миллионов беженцев из разных стран. Денис? Да, на самом деле, в первой части нашей беседы я упомянул немецкого исследователя Найку Форутан, которая в своем исследовании постмигрантское общество задала себе вопрос, а что скрывается за антимигрантской риторикой таких политиков, как Трамп, допустим, венгерский премьер, польское правительство и целый ряд других, как бы, популистов и националистов. И подразумевает она следующее, что, скорее всего, по ее мнению, это не вопрос, скажем, присутствия мигрантов, потому что есть целый ряд практик и, скажем, политических инициатив по включению этих людей, в Германии их очень много, может быть, в одной из бесед я расскажу об этом подробнее. То, о чем она сказала, что это скорее о самом обществе, которое принимает мигрантов. И она считает, что неолиберальная эпоха, которая началась, по сути дела, с поздней Тэтчера и Рейгана, тотальная приватизация, мы видим это в Англии, где целый ряд, скажем, общественных секторов экономики и сервиса просто рухнули. Это отвратительные железные дороги и так далее, и так далее. Это жуткая медицина. И тоже та же проблема сейчас предвыборной кампании в США. В основном это острый вопрос, скажем, страхования здравоохранения и вообще доступности медицины. То мы видим, что, по сути дела, все эти вопросы касаются самих обществ в своей сути уже в 90-е годы. И в Германии в 90-е годы этих тем, они существовали, но они были маргинальны во многом. И поэтому ее вывод такой, что в современном мире возвращение, скажем, консервативного и право-радикального дискурса связано с тем, что за декорациями мигранты, мы за или мы против, скрываются, например, такие вещи, как, ну, по сути дела, постепенное, скажем, не то чтобы уничтожение, но постепенная деградация институтов демократии. Потому что демократия, она охраняет не только свободы, но свобода идет рука об руку с равноправием, а это означает с признанием, скажем, ценности моего существования или существования моей группы. И ценность эта не должна быть иерархична, она не должна быть там две трети или там три седьмых или еще что-то. Она должна быть такой же, как и у других. То есть демократия, будучи властью большинства, подразумевает блок, скажем, свободы и прав меньшинств. Но эти права и эта свобода не являются чем-то остаточным по принципу, вот то, что большинство захочет отдать, или то, в чем ему нет необходимости, этим она может поделиться. Или иерархии. А именно это сейчас постепенно создается. Ее мнение таково. За мигрантским дискурсом скрывается нежелание принимать разнообразие уже самого европейского общества. Иными словами, например, давайте посмотрим на такую ситуацию, что право-радикальные дискурсы, тот же Путин, Трамп и прочие-прочие, Орбан, они, по сути дела, выступают против плюрализма городских обществ. Они призывают к каким-то первозданным ценностям, в основном, крестьянского общества, которое давным-давно отжило свое, и мы все живем в урбанистической среде. Они гомофобы, они против гендерной политики, против равноправия женщин, они хотят вернуть женщин обратно на кухню, условно говоря, они хотят ликвидировать разнообразие, в том числе, скажем, в религиозных культурах и так далее. То есть, иными словами, эти люди питаются, как такие, скажем, чудовища из фильмов ужасов, они питаются нашими страхами, потому что в начале 90-х действительно в западноевропейских обществах, не у нас, разнообразие стало настолько ощутимо именно в быту. И здесь очень важно провести отличия. Одно дело все это на бумаге, а другое дело, когда разнообразие просто выплескивается на улицы городов, и это разнообразие не в кино, где у белого комиссара всегда есть чернокожий друг или соратник. И это не экзотика клиповой культуры, а речь идёт о быте, в котором разнообразие просто интенсивно присутствует. То есть я не буду скрывать, от него тоже можно устать. Я в данном случае хотел бы, чтобы радиослушатели меня поняли правильно. Я не являюсь проповедником, я наблюдатель. И наблюдатель с позицией того, что да, разнообразие — это большой вызов, но разнообразие — это то, что нам может принести и позитивные плоды. Это другие культуры, это другие кухни, это другой темп города, это другие краски, это другие эмоции, это новые знания, это опыт общения с теми же клиентами. То есть иными словами, например, фонд интеграции латвийский, пока туда, скажем, не пришёл, я насколько понял, министр культуры собирается там войти. Нацблок его взял под контроль. Да, до сих пор, скажем, сотрудники фонда, которых я очень уважаю и ценю, они настоящие, скажем, бойцы разнообразия и смелые люди с европейскими ценностями, они пытались создать предпосылки для того, чтобы работодатели в Латвии приняли мигрантов, и целый ряд инициатив удался. Поэтому честь им и хвала, и я очень надеюсь, что они продержатся, и нынешний министр культуры там не испортит то, что там ещё можно испортить. Так вот, речь идёт о том, что, по сути дела, мы можем выиграть как общество от появления другого, и не только в быту. Очень важно не воспринимать дискурс о мигрантах, как, условно говоря, мы будем их эксплуатировать или не будем. Мы что-нибудь можем от них получить, или же, если они нам не нужны, мы просто закроем двери у них перед носом. И, конечно же, в быту это во многом... Просто-напросто другая динамика — это, простите, новая кровь в обществе, которая достаточно обескровлена, как наша, в том смысле, что это новые сантехники, это новые столяры, это новые медсёстры. Помните, что у нас в некоторых крупных городах Латвии просто-напросто прекратились операции. Почему? Потому что нет медперсонала. И это люди, которые могут работать и привносить свои налоги на развитие той же традиционной латышской культуры. Во-первых, это будет, несомненно, сценарий и стремление включиться в это общество. И тот же Джордж Стилл — великолепное доказательство этому. Он выучил латышский язык, он поэт в латышском хоре и так далее. Но дело в том, что самое интересное в этой лжи, которую несут в себе право радикальной партии, это то, что они пытаются нам сказать о том, что они сейчас своей широкой волосатой грудью смогут нас защитить от глобального космополитического общества, где, условно говоря, всё перемешано, и у людей нет ничего святого, потому что святые, естественно, это у них, и они знают, кто они такие. Помнишь того же воробейшества из-за сериала? Так вот, дело в том, что это ложь по той простой причине, что если мы посмотрим на политику вне классного образования, на кружки и так далее, и так далее, на хоры, то просто-напросто вскоре не будет ресурсов всё это финансировать. И здесь, мягко говоря, говоря о голом короле, мы, к сожалению, видим, что этническое большинство в нашей стране не задумывается над тем, что этническую культуру, даже ту охраняемую, которую необходимо спасать за чистоколом, этот чистокол надо элементарно себе позволить. Поэтому речь идёт о том, что экономические ресурсы, которые, несомненно, могут появиться или добавиться, если общество будет наполняться знающими людьми, людьми, желающими работать, теми, кто будет приезжать, основывать маленькие предприятия, даже те же кебабные. То есть курс на смех, национальное объединение, борется теперь с кебабами и с шавермой. Это, кстати, мне кажется, очень важный аспект, потому что показывает, насколько большое значение партия, входящая в состав правительства, придаёт, в общем-то, небольшой истории. Возьмём просто в качестве примера одну кебабную Янис Домброва, который несколько громких заявлений сделал, там и метеорит, который нас сотрёт с лица Земли, он там о том, что не надо заботиться. А, метеорит, я упустил, что к кебабу присоединился метеорит. Да, ну нет, метеорит был до кебабов, когда над Латвией прилетел болид, который не представлял никакой угрозы. Янис Домброва написал, что не нужно заботиться о сохранении климата и вообще всей этой истории, потому что может упасть такой метеорит, и всем нам придёт конец. Ну, видимо, он посмотрел фильм «Армагеддон». Ну, как заявили астрономы, никакой опасности этот болид не представлял. Потом была история про кебабные. Он с гордостью сообщил, что кебабная закрыта. И, честно говоря, мне кажется, это очень знаковая история в том смысле, что политик, который позиционирует себя политиком национального уровня, объявляет войну маленькой кебабной, которой владеют граждане Пакистана, которые живут в нашей стране, и это подаётся как угроза национальной безопасности. Вот эти самые пресловутые кебабные. И мне кажется, что это как раз показывает хрупкость нашего общества, нашего государства, потому что мы находим угрозы там, где их на самом деле нет. С другой стороны, опять же, мы можем говорить о глобализации. Вот ты находишься в Берлине, я нахожусь в Риге, мы сейчас общаемся, и понятно, что технологии развиваются. И сохранить Латвию таким этнографическим музеем, наверное, уже не удастся, как бы это ни хотелось, возможно, господам Домброви, Есланик, Суидзинтерсу. Но, тем не менее, всё-таки глобализация возьмёт своё. И вспоминаю, кстати, такой юмористический сериал «Силиконовая долина», там, где группа программистов открыла новый там алгоритм сжатий, и там как раз показано, насколько важно, когда они все разные. Там и еврей, и индус, и ирландец, и американец, и все вместе они создают прототип Фейсбука, на самом деле. Считаю, что это Марк Цукерберг является неким прототипом этого юмористического сериала. Мне как раз очень нравится история, когда разные культуры, разные народы, люди разных национальностей объединяются и делают что-то гениальное. Это пример «Силиконовой долины», где практически нет, не знаю, там, выходцев из Ирландии, которые живут в США. Там и русские, и индусы, и китайцы, и кого только нет. Это то место, где создаются самые инновационные технологии. А у нас вот этого почему-то крайне не хотят понять, и крайне этого остерегаются. Ну, надо сказать, что такие светлые умы нашего времени, как Ессалникс, Домброва и Ежесними, они в какой-то степени являются, есть такое выражение, «Тестимониум пауперта», то есть которое можно было перевести как «Свидетельство духовной нищеты», такой диплом своеобразный, антидиплом. Так вот, об этой духовной нищете, или, условно говоря, можно сказать, скажем, о интеллектуальном моменте в политике, это во многом ведь кто такие Домбровы и Ессалники. Они созданы нами самими. Можно заменить их и на русские фамилии, или на украинские, и так далее, потому что и русскоязычному электорату тоже шепчут в уши, скажем, образы жертв и так далее, вместо того, чтобы пойти натурализоваться, стать гражданами, тогда уже активно выбирать, сдать экзамен абсолютно несложный, вместо того, чтобы ныть по поводу того, что 30 лет назад произошло что-то. 30 лет назад произошло то, что произошло, и можно долго на этом продолжать жить и паразитировать. Так вот, страх перед кебабами, это наш страх, а не их. Они просто-напросто менеджеры страха или маркетологи страха, они знают, как его продать, они знают, как это приобрести, и, по сути дела, именно поэтому никому неизвестные Домбровы, Ессалники, Парадники и прочие-прочие, в биографии которых можно, конечно, заглянуть и не увидеть там ничего вдохновляющего, эти люди проникли в политику, именно проникли, потому что они во многом есть те организмы, которые питаются нашими с вами фобиями. И вместо того, чтобы, скажем, направлять Латвию в сторону открытой глобальной системы и через это поддерживать всё то, что имеет значение для национальной идентичности, они полностью блокируют политику внутренней Калхезии или, скажем, того, что называется избитым словом интеграция. То есть, по сути дела, наша демократия постоянно под угрозой того, что часть населения в ней не участвует вообще, большая часть населения не хочет участвовать в ней по принципу, потому что это, условно говоря, государство, в котором я себя не нахожу. Это не моя личная история, моя личная история как раз доказывает другое, что это возможно. Никто никогда меня не дискриминировал по этническому признаку, я сделал свою академическую и педагогическую карьеру среди моих коллег латышского происхождения, я не смотрел на то, откуда они, из какого региона. Они никогда не делали водораздел между мной и собою, русским там, или латышом. Я с любовью, с удовольствием вспоминаю то, как создавалась моя академическая карьера в окружении представителей латышской культуры. Поэтому, как бы, возможно и так. Я не хочу здесь себя выпячивать никаким образом, просто хочу сказать, что можно и по-другому. Но, по сути дела, речь сейчас идёт о том, когда мы задаём вопрос «ты за» или «против мигрантов», речь идёт не об этом. Потому что речь идёт во многом о том, что правительство не в состоянии создать новый общественный договор. Общественный договор — это принятие и признание. Что касается латвийского общества, то здесь просто-напросто фундаментальный такой затор — это вопрос принятия этнически другого. То есть, по сути дела, то же национальное объединение уже возопило несколько лет назад о том и послало письма в Брюссель о том, что нас и так своих мигрантов хватает, беря во внимание русскоязычное население после 1944 года. То есть, таково их восприятие той части людей, которая живёт здесь уже в третьем поколении. То есть, это такая очередная пощёчина по принципу «будьте добры, скажем, ежегодно свою декларацию внести о налогах», но, в принципе, не забывайте, что вы другие. Я немножко упрощаю, но совсем немного, там много работать не надо. Эта партия великолепно упрощает всё сама. Поэтому я считаю, что если мы говорим о дестабилизации общества, то они как раз являются одним из мощных источников этого. Да, у нас звонок, Денис, давай примем его. Наша программа постепенно подходит к концу. То вопрос, извечный, литературный вопрос, что делать? Давай примем звонок, у нас слушатель на линии, успеем. А, давай послушаем слушателей, да? Да, только что сорвался у нас радиослушатель. 672-12-93-9, и 672-13-93-9. Телефон прямого эфира у нас буквально две минуты остается до конца. Ну что ж, радиослушатель ушел, да. Так что давай завершать. Да, очень важно, сейчас мы не будем разбираться, кто за кого и так далее. Это отдельная беседа. Очень важно говорить о другом. Предпосылка для того, чтобы мы могли, наоборот, предпосылка для того, чтобы такие, как Парадник, ЕСЛН и прочие по списку канули в лету, это мы сами. Мы как общество, не русский лапши, а как общество, которое может не принимать и показывать это четко, не принимать разжигание ненависти, там стоны по поводу русского языка или наоборот о том, что русские там вши, насекомые и так далее. То есть такие политики должны исчезать. Но они не могут исчезнуть, пока они остаются в нашем сознании, в нашем раздробленном сознании. Далее нам постоянно необходимо задавать вопрос, а что за этим скрывается и пересчитывать сказку о том же «голом короле». Потому что, в принципе, мы видим, что даже без притока так называемых «опасных» в кавычках мигрантов или еще не дай бог у беженцев, опять в кавычках, потому что я считаю, что это наша гуманитарная обязанность как европейцы, как наследников гуманитарной мысли. В данном случае нам просто-напросто необходимо понимать, что эти люди эксплуатируют наши страхи, и нам нужны альтернативные критические пространства для того, чтобы просто-напросто размышлять и чтобы эту лапшу с наших ушей можно было снять и понять, что мигранты — это возможность. Мигранты — это возможность обновить латвийское общество, увеличить какие-то экономические потенциалы, ну и, по сути дела, привыкнуть к тому, что происходит кругом, и не бояться этой глобализации. Я думаю, что, может быть, в одной из следующих передач я хотел бы обратить наше внимание как раз на, скажем, глобальное пространство города. Я был бы рад рассказать о моих впечатлениях о том, как город функционирует как своеобразная социальная драма. Драма не в смысле заламывания рук и стонов, а драма как действие в переводе с греческого. Поэтому я благодарю наших радиослушателей. Вадим, большое тебе спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, это была программа «Зима близко» в рамках Клуба Просвета, и я думаю, что в ближайшее время мы вернёмся, а в октябре у меня, когда я приеду в Ригу, будет много интересного рассказать вам, уважаемые радиослушатели, и пригласить вас на целый ряд новых интересных культурных мероприятий, которые будут происходить в Риге как раз на тему многообразия культур, коллективной памяти и травмы. Мы ещё их проанонсируем. Спасибо тебе, Денис. Это была программа «Зима близко». Эфир провели Вадим Родионов, Денис Ханов и звукорежиссёр Родион Золотарёв. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...